Всем привет! Всем привет! В общем, у нас конец рабочей недели, мы с Блэк сконнектились, и как вы уже, наверное, догадались, выживание на сервере мы так и решили начать снимать. Сегодня у нас вводная часть, Блэк куда-то уже побежала, мы... Тут. Нет, тут. Мы, короче говоря, вам покажем, где мы обосновались, что у нас уже есть, потому что мы какую-то часть ресурсов уже набрали, есть даже определенные постройки, ну и вообще расскажем о том, как все это дело будет происходить. Начнем, наверное, с экскурсии. Да, Блэк? Ну, она, может, конечно, не очень короткая будет. Да ладно, у нас толком нет ничего. В общем, вот это, это самый первый наш домик. Да, у нас вот это, вот это и вот то. Все, больше свеча нету. Да нет, ну подожди, дай все по порядку. Это домик, с которым мы начинали, то есть наша землянка, можно сказать, первый день, который мы построили. Стандартная куча печек, куча сундуков, но, правда, у нас здесь есть прокатный стан. И пара редстоун-движков. В сундуках у нас уже набрано достаточно много всякой интересной фигни. Даже есть алмазы, золото, куча железа. В общем, мы тут уже немножко развернулись. Уже есть рельсы всякие разные. Кстати, да, наверное, сразу надо сказать, что у нас за сервер. На сервере, кажется, режим сложности высокий. На сервере есть моды Релкрафт, Билдкрафт, также Сумеречный лес. Мисткрафт. Мисткрафт. Ну, что-то еще вроде было, я, честно говоря, не помню. Приватов здесь нет, это сервер сам по себе приватный. Здесь играют только хорошо знакомые нам люди, поэтому здесь никаких приватов, ничего нет. Можно сказать, полный хардкор. Ну, точнее, хардкор. Вообще, вообще, вообще здесь есть приваты, на самом деле. Ну, мы их просто не используем, да. Ну, да. Так, мы, кстати, иногда используем хом, мы используем мини-карты, так что в этом мы не оригинальны. Здесь у нас даже куча мяса, потому что у нас есть уже зомбоферма, которая, кстати, построена на принципе разливания лавы, о чем многие просили. И в том числе поэтому мы начали снимать выживание, потому что нас периодически просят какие-то выпуски делать с архитектурой, с механизмами, да и просто выживание. Вот мы все это решили замутить. Ладно, продолжим. Покажи, сколько там яиц лежит уже, иди покажи. Продолжим экскурсию. Это наша куроферма. Такая на вид невзрачная, но достаточно эффективная. Конечно, до куроглота ей далеко, все-таки это версия на сервере 1.4.6 или 1.4.7, не помню. Но, тем не менее, как видите, она готовит жареное мясо вполне себе. И жареное тюрьмое. Куча яиц, из которых мы тут делаем все. А еще к этой ферме по ночам из джунглей у нас здесь, кстати, наверное, надо карту показать. У нас здесь на карте, вот я смотрю в сторону джунглей, чуть левее у нас лесопустыня, правее у нас горы. В общем, здесь у нас все хорошо. И, короче, из джунглей периодически выходят от салота и пытаются забраться вот в эту дырку. Здесь обычно курицы пасутся. Ну да, когда там они сейчас всей кучей всю ночь растут, сюда приходит кучка шагов. Да, а вот там, кажется, скелет с павственным луком. Пойдем ему наваляем. Точнее, ты иди ему наваляй, а я пока покажу нашу ферму. Это там дырку, что ли? Ну, да, вон он. Это наша первая ферма. Мы ее построили почти сразу, одновременно с землянкой. Но, как видите, размахнулись, то есть все по-взрослому, стекло. Так, я не понял. Ну, понятно. Свинья пошла жрать наши пассивы. Ладно, хрен с ним. Да иди ее оттуда. Да ладно, пусть живет. Что, жалко, что ли? У нас уже этих пассивов, мы уже собрали, наверное, десятку урожаев, так что с едой у нас проблем нет. Понятно, скелетом не убивай. Ты вообще здесь ни одного скелета не убила. Блин, они меня... Они все убежали, спрятались. Ну, круто, а вот я без брони, между прочим. Они теперь меня закоцают. Ну, а что ты туда полез? У тебя вон есть тапки. Серебряная капуца. Кто-то же должен с этим сделать что-то. Теперь у тебя в тапке фарши стрела. Пятки. Реально. Подвигай на ткань. Ну, я... А, ну да, стрела тащит. В пятки. Вот это наш реактор биомассы. Здесь куча куриц, которые производят кучу яиц. Которые нам, правда, уже наклея не нужны, но они по-прежнему производятся. Это просто очень забавное зрелище, поэтому мы его решили оставить. Здесь у нас естественная низинка от астероида. Пока непонятно, что здесь будет. Ну, планы есть. Короче, у нас много есть планов. А вот эти, естественно, низинки занимаются очень часто неестественными вещами. Всяческие скелеты. Ну, тебе виднее. Я с тобой на разврат не хожу, поэтому тебе виднее. Конечно. Как иди убей скелета, так было, как иди убей скелета. Да, да, вон, иди убей. Да, уж убила, так убила. Это был не скелет, между прочим. Неважно. Не придирайся к словам. Так, ну, это импровизированная ферма тростника. Тут, я думаю, объяснять ничего не надо. Вот там тоннель, который Блэк втихаря прокопала. Она решила просто сделать сквозной тоннель, как у нас было в одном мире выживания. Но я потом немножко подправил ее планы, сказал, что мы здесь будем углубляться. И решили пока так оставить. Он сказал, Блэк-то опять эту хрень скучную построила. Надо ее по-другому сделать. Нет, ну, согласитесь, что вот эта хрень просто скучная. Потому что у нее стенок еще нету, и потолка нормального нет. Даже если здесь сделать стены, все равно она будет скучная. Поэтому здесь надо сделать все интересней. Ну, а там просто джунгли. Там еще вообще нифига нет. Правда, где-то здесь слева Блэк запрятал портал в Сумеречный лес. Но туда мы не пойдем, потому что там очень страшно. Они могут навалять. Там очень красиво. Ну, там очень красиво, да, но там очень страшно. А здесь у нас, собственно, будущая база. Видимо, подземная. Начало для этой базы. Тут есть даже рабочие двери. Они, правда, тормозные, но зато работают. И слева от базы у нас плавильный цех. Это мод Railcraft, если кто не знает. Соответственно, у нас есть коксовая печь, которая производит у нас криозот для рельсов. И, соответственно, коксовый уголь. И это в столе литейная печь. Бластовая печь, короче. Я не знаю, как точно перевести. У меня голова уже после работы не думает. Сейчас она у нас ничего не делает, потому что у нас, кажется, уже... Да, у нас уже порядком стали. Мы решили пока на этом остановиться. А у выхода стоит еще один сундук. Кроновская нычка. Там еще куча мяса. Которого тихо разжается. Да, вот у нас мясо. И вот там у нас мясо. Ну вот вы сами подумайте. Если ты живешь с девушкой под одной крышей, логично предположить, что тебя будут кормить вкусной едой. Но не тут-то было. Да, она может обзывать, допустим, меня серебряное копыто. Но вместо вкусной еды я получаю вот такие сундуки с белым мясом. Ты вот сюда иди и покажи то, что нас лежит в обеденном сундуке. Иди, иди. Да, да, вот. Вот верхний сундук. Видите, вот этот сундук. Блэк сразу сказал, что это будет ее сундук. Открывай. Да, вот здесь еда. И Блэк сразу сказал, что это будет ее сундук. Поэтому я туда не лазю. Так, пойдем тогда туда. Мы сегодня хотели еще сходить, найти, попытаться тыквы. Потому что тыкв у нас до сих пор нет. Это начало нашей базы. Мы даже уже были, кстати, в аду. Как видите, у нас лампы. Будущий главный зал. Там у нас автоматическое метро. Его, наверное, по близц новостям уже некоторые запомнили. А вот здесь у нас энчантер временный. Ну, давай, энчантер покажем. Я вообще-то пошел показывать. Ну, он все равно пахнул. Ну, да, пафосный временный энчантер, но зато на 30-й уровень. Ну, да. Кровати временные. Ну, и здесь наш портал в ад. Портал, конечно, автоматически сразу стали делать. Но у нас пока нет огненных шаров. Поэтому поджигаем его зажигалкой. Ну, и здесь запасы уже притащены из зада. Если так можно сказать. Где-то здесь... Да, и здесь у нас даже шмотки есть. Да, ну, это с фермы, с этой самой. Ну, да. В основном то, что падает с зомби, на фермы. Так, короче, мы давай поедем уже искать наши тыквы. Ну, давай. Железная дорога тут автоматическая. Она, опять же, с модом Railcraft. Правда, ответной части пока нет. А, да, дорога, правда, пока еще не автоматическая. Там придется все делать руками. Ну, сейчас, сейчас, сейчас все увидит. Давай, езжай. Только не сразу за мной, я должен успеть вагонетку забрать. Ну, мы все, на самом деле, делаем без всякого креатива, без всего. То есть, все это, все, что построено, это чисто за честно заработанные ресурсы. Все строится, так сказать, вживую. Так. И куда-то вот туда, на восход, мы, пожалуй, отправимся. Эти места, наверное... Я еду, расскажи пару слов про вот это вот страшное здание справа. А, да. В общем, изначально эта железная дорога должна была везти вот к этой деревне. Здесь была маленькая деревушка. Мы запланировали сюда железную дорогу, чтобы сделать здесь центральный вокзал. Теперь здесь вот такая порнография творится. Големы, жители и два гетто. Одно маленькое. Это просто да. Так это одно большое гетто, походу. Не, ну это маленькое гетто и гетто экстракласса. А там павловное гетто, да. В общем, сюда добрался раньше нас еще один игрок с говорящим неким инквизитор. И поэтому он захватил деревню. Так что здесь мы, наверное, будем делать тупиковую ветку и везти железную дорогу куда-то еще. Да, это будет тупиковая ветка цивилизации. Ну не то, что тупиковая ветка цивилизации, просто будет до ближайшей деревни. Вообще мы планируем делать деревню вот там, на горах. Собственноручную деревню. А сейчас мы пойдем за тыквами. Ты готова? Мы куда-то не туда идем, на самом деле. Мы идем туда, я все помню. Смотри, вот там где-то напротив железнодорожной ветки. Но мы слишком идем, вот слишком вниз, по-моему, идем. Нет, нет, все нормально. А, слушай, да-да, там вот за эти горами, все, я вспомнила. Да, вот, иди за мной. Так. И провалить куда-нибудь, то я тебя знаю. Ну слушай, я уже давно такой фигью не страдаю. Я, конечно, понимаю, что стоит один раз залипнуть в овцу, и тебе всю жизнь это вспоминать будут, да, Блэк? Но, тем не менее. А, так. Слушай, какие у тебя тапки прям модные, я прям не могу. Ну да, зато у меня броника нет. Вот вы посмотрите, в чем я одет, да, у меня все поношено. И вот Блэк, вся в сияющих мифрильных доспехах. О-о-о-о. И вот дождь. Да, ну прям, визит-эффект. Самая первая серия, и у нас, конечно, тоже. Ну, между прочим, мы живем в джунглях, у нас тут тропики, поэтому у нас дожди вполне себе частые. Ну, дожди, да, дожди у нас частые. Так, что еще надо рассказать про сервер и про наши записи? А, ну я не помню, говорили уже или нет. Записываться мы будем очень нерегулярно, поэтому даже не требуйте, не спрашивайте, когда в следующей части. Мы записываем это, когда мы играем на сервере. Сперло, да? Сперло. Да, да. Я тут, понимаешь, соловьем раздеваюсь, а оно у меня опыт тырит халявный. Так, подожди. Нам главное далеко от горы не отходить, а то мы не сориентируемся. Так, нам сейчас, по-моему, не туда ты пошел, мне кажется. Одиночный блок висит в воздухе. Я пошел все туда, я пытаюсь сориентироваться по горам. Где-то вот отсюда нам надо идти, или вот оттуда. Ты видишь железную дорогу? А, нет. И я не вижу, поэтому нам надо идти теперь на восток. В общем, серии будут выходить очень нерегулярно. Достаточно часто может сложиться такая ситуация, что я буду записывать одиночные серии. Воу! Да, здесь лучше не падать. Ну, когда я буду записывать, скорее всего, это будут какие-то постройки, механизмы. В общем, то, что вы просите. Построить механизм выживания. Ой-ой-ой. Ага, а вот и тыквы. А вот и тыквочки наши хорошие. Ну, видишь, какой я сусанин. Слушай, их здесь много. Слушай, на самом деле, хвасте одной, в общем-то. Ну, давай парочку, а остальную оставим. Ну, хорошо. Здесь у нас на серваке, вообще, как на всех приватных серверах нормальных, действует джентльменское правило. Мы тут ничего особо не гриферим. Деревья стараемся вырубать под корень, и все такое. Так, я вижу, снежный биом, и где-то здесь были развалы. Может, пойдем поищем? Раз, что пока идем. Там где-то было еще такое кругленькое озерцо. Собственно, очень кругленькое. Нет, нет. Прямо почти идеально кругленькое. До него мы не дойдем. Блин, слушай, дождище льет вообще. Походу, будет все полностью размыто. Где-то вот здесь, вдоль этих гор, у нас должен быть провал. Главное под такой... Там сейчас будет идти, кстати, ты в курсе? Главное в таком дожде просто не упасть. А, вот он, вот он, я его вижу по карте. А, ну вот, и вот то самое кругленькое озерцо. Редактор субтитров А.Семкин